Блок номер два. Wi-Fi. Здесь нет поддержки Wi-Fi 6. И это очень печально. Я нашел как данный компьютер тестировали через специальный директ Wi-Fi с установленной программой и сделали замеры скорости. Так вот друзья, сейчас я вам расскажу и покажу, что было бы если бы у MacBook Pro 16 дюймов стоял Wi-Fi 6. Такой же к примеру, как в Lenovo. Итак, скорость на получение. Apple MacBook Pro 16 дюймов, среднее 817 Мбит в секунду. Lenovo 1431, что на 75% выше на получение скорости. Это просто ужас, какая разница. Идем дальше. Передача. Apple MacBook Pro 16 дюймов, 581 Мбит в секунду. Lenovo 1431, что на 146% выше на передачу. Результат, друзья, мягко говоря, расстраивает, да и причем серьезно. Но, знаете, я решил пойти дальше и проверить производителя Broadcom. Я решил найти его официальный сайт и проверить данную компанию на доступность технологии Wi-Fi 6. Вдруг, ну как бы они еще не доросли до этого. И о чудо, прямо на главной странице, они говорят, что у них есть Wi-Fi 6 и он дает опупительный прирост и преимущество по сравнению с Wi-Fi 5. Apple, ну какого ляда, а ставлю сотку, что в следующем макбуке будет стоять Wi-Fi 6. И Apple скажет что-то вроде, это нам стоило огромных усилий и даст вам огромное преимущество в работе. И вы сможете передать файлы до 2,5 раз быстрее на передачу. Короче, Apple на данном пункте сэкономили. Не сказать, что Wi-Fi 5 5 гиги-жицовый совсем плохо, но и макбук мы покупаем, друзья, давайте согласимся, не на один год. Поэтому хочется видеть запас на лет 7 минимум за такие деньги. Но, к сожалению, Wi-Fi 6 нас ждет только в следующих компьютерах Mac. Блок 3. Клавиатура. Да здравствует механизм ножницы. И наконец пока, а лучше сказать иначе валика баттерфляй, она же бабочка из макбуков. Наконец пришла надежнейшая и проверенная годами клавиатура с ножничным механизмом. Габариты клавиатуры 275 мм на 105 мм и глубиной хода 1,2 мм. Но тут не те ножницы, которые стояли в макбуках 2015-х годов, а улучшенные. И они реально улучшенные. Это те самые ножницы, которые поставляются с iMac и Mac Pro. Ну почти. Которые в Bluetooth-клавиатурах от Apple. Почему сразу нельзя было поставить такие ножницы в макбук, я не понимаю. Наверное, Apple не хотела, чтобы вам обходился слишком дешевый ремонт таких клавиатур. Усовершенственные ножницы имеют более низкий порог шума и по скорости печати практически не уступают бабочке. Чтобы вы понимали, насколько это надежная клавиатура, под клавиатурой Macbook Pro 16 дюймов нет никаких мембран силиконовых или нейлоновых. А это, друзья, офигительный знак. Это первый признак, что я могу наконец-то восстановить питание бургеров за Macbook. И не спрашивать разрешения у клавиатуры. Также, наконец-то, сделали нормальные клавиши лево, право, вверх, вниз. Я постоянно попадал не туда. Вернулись классики без выпендрежа. В общем, клава зачет однозначно. Правда, она все равно из сборной конструкции, что немного повысит стоимость в случае наступления ремонта. Если честно, друзья, я только по причине ножничного механизма и взял Macbook Pro 16 дюймов. Как бы это страшно не звучало, уж слишком много было проблем с этой бабочкой. К сожалению, не обошлось и без минуса. Клавиатура из-за недостаточного пространства с экраном царапает его. Apple, твою-то мать! Что, нельзя было сделать хорошо на 100%? Короче, вывод простой. Нужна либо прокладка между экраном и клавиатурой, либо пленка на экран с Алиэкспресс. Данный тест я провел на своем маке, и у подписчиков я тоже это замечаю. Фотографии тоже вы видите на экране. И даже малейший жир или мука остается на дисплее в случае закрытия крышки и переносе макбука. Я никому ничего доказывать не буду. Как-то сделал ролик про обязательные аксессуары для макбуков новых поколений и сказал там о таком дефекте. Многие начали мне говорить, что я придумываю. А потом, когда начали встречать такие проблемы на своих компьютерах, сразу стали пересматривать мои ролики. Поэтому скажу так, я наклеил себе на экран пленку, а вы делаете так, как считаете нужным. Я вас предупредил. Ссылку на пленку оставлю в описании, которую купил я. Не сказать, что я ей сильно доволен, но хотя бы, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Про ее качество еще судить рано, но одно знаю точно. Пикселей через нее я не вижу, но антиблик страдает. Также, что касается звука клавиш в печати. Это, конечно, субъективно, но тут я скажу честно. Приоритет для меня сначала надежность, а потом уже скорость печати. Человек существо мощное, ко всему адаптируется. Но все же демонстрирую вам звук клавиш воочию. Тач-айди, или как его называют, правильно, биометрический аундентификатор. Теперь отделен, и это стало удобнее. Его просто, друзья, тупо легче найти на ощупь. Эскейп тоже отделен. Наконец-то, теперь когда macOS глючит, как бы это страшно не звучало, или зависает. Тач-бар теперь не зависает. Физическая кнопка всегда в рабочем состоянии. Также уйдет огромное количество ложных нажатий на кнопку Escape. Спасибо, Apple, что прислушалась. А лучше, Apple, пользуйтесь всегда сами своими продуктами. И будете всегда в курсе всех своих проблем и недоработок. И не надо будет ждать целых 4 года. Про тач-бар добавлю еще следующее. Если он зависает, это не всегда проблема в macOS. Повторюсь, просто сбросьте параметр SMC и NVRAM, и все заработает. Тем более, если macbook у вас нулевый. Подсветка. Клавиатура имеет подсветку с автоматической регулировкой яркости в зависимости от внешних условий. И это достаточно редкое оснащение ноутбука на рынке, друзья. И эта фишка очень удобна и функциональна. То есть вам не надо париться по поводу ее яркости. Она попарится за вас. Надо включиться, надо отключиться. И настроит яркость клавиатуры в зависимости от яркости окружающей среды. Для регулировки яркости подсветки используется шим, как и в случае с тач-бар и дисплеем. Так что у некоторых людей широтно-импульсная модуляция может вызвать головную боль и усталость глаз. Так что имейте это в виду. Там, конечно, не все так критично. И если до этого с подсветкой макбуков у вас не было никаких проблем, то и с этой подсветкой не возникнет. Тач-бар. Удобен он или нет, пусть каждый решает для себя сам. Я считаю удобно. Многие, опять же, блогеры, говорят, что это неудобно, дайте нам обычные клавиши. Блин, неудобно, вы видите уже для себя обычные F-клавиши и не нойте, а то целую эпопею устроили в интернете. Причем только блогеры. По достаточно обычному нововведению. На тач-баре очень много удобных фишек, таймингов, времени, скрины, возможности приложения и многое-многое другое. Если вы не используете данный функционал, работая только в одной программе, это не значит, что этот функционал не используют другие. Поэтому тач-бар для меня преимущество. Но все же тач-бар имеет свой недостаток. При длительной работе именно с ним он может вызывать головную боль или усталость глаз у чувствительных пользователей. И это все из-за сенсорной полоски OLED-дисплея, у которого частота шим составляет всего 240 Гц, как и у большинства смартфонов с подобными экранами. Но учитывая тот факт, что на тач-бар обычно смотришь несколько секунд, у большинства пользователей не будут возникать проблемы с данным органом управления. Но данный нюанс вы обязаны знать. Также длина сенсорной панели тач-бара сократилась примерно на 19 мм. Тачпад. Тачпад у макбука является эталоном качества, к которому все производители в мире стремятся. Он не просто выглядит солидно, слитый из стекла, но и имеет прекрасную чувствительность сенсора. Чтобы вы понимали, для сравнения, чувствительность или разрешение датчика в той же компьютерной мышке имеет огромное значение на эффективность и комфорт работы в профессиональных приложениях. Если вы не понимаете, о чем идет речь, тогда просто приобретите себе мышку с разрешением датчика в 4000 точек на дюйм. Вы сразу оцените ее по достоинству. Поэтому тачпад имеет первоклассный отклик, идеальную чувствительность и точность сенсора. Поэтому заслуженная оценка 10 из 10. С клавиатурой мы на этом закончили. Блок номер 4. Система охлаждения. Радиаторы стали на 35% больше. iFixit указал, что по их значению выходит на 34% больше, а не на 35. Ну да ладно, 1% не страшен. Это дает на 28% больше проходимого воздуха через лопасти кулера, что в свою очередь увеличивает мощность аппаратной начинки при интенсивных задачах на 12 Вт. А это, друзья, серьезно. Для сравнения, MacBook Pro 13 дюймов 2019 года с процессором Intel Core i5-8257U имеет расчетную мощность в 15 Вт. Или MacBook Air 2019 года, который имеет расчетную мощность процессора Intel Core i5-82010 в 7 Вт. А тут сразу рост на 12 Вт, благодаря системе охлаждения. Поэтому результат приличный. Считайте, купили себе второй MacBook Pro 13 дюймовый или практически два MacBook Air. В общем, тут однозначно лайк Apple. В состоянии простоя оба вентилятора ноутбука практически не слышны и работают на оборотах 1833 левый и 1700 правый. Чтобы понять, работают ли кулеры вообще, придется приблизиться почти вплотную к корпусу или даже положить голову на клавиатуру. Во время прохождения стресс-теста звуковой максимальный показатель составил 61 дБ, но средний оказался чуть ниже, 43 дБ. В простой MacBook выше 34 дБ громкости не составлял. Там уже перебивают, друзья, звуки помещений. С субъективной точки зрения шум вентиляторов на высоких оборотах терпимый. Не приемлемый, а прям терпимый. Когда я играю в игры на MacBook или делаю сложные вычислительные задачи и у меня кулеры начинают охлаждать систему, скажу честно, динамики лучше не прибавлять. Я тупо надеваю наушники. Кулеры у MacBook Pro 16 дюймов очень шумные в период высокой нагрузки. Для сравнения, вот вам показатель Mac Mini 2018 года в режиме простоя 34 дБ, а в режиме максимальных вращений кулера 44 дБ. Да, там конечно нет дискретной видеокарты, но, друзья, мы сейчас говорим о громкости и системе охлаждения, им не есть с чем сравнивать. И это пипец какая разница в шуме. Когда кулеры MacBook Pro 16 дюймов включаются, поверьте, в данной комнате, хоть она будет у вас 30 квадратных метров, все присутствующие заметят, что вы там делаете, да еще и попросят убавить звук кулеров. Но все же, моя субъективная точка зрения, система охлаждения может быть и шумная, но эффективная. В режиме стандартной работы кулеры не поднимаются выше 2200 оборотов в минуту, а вот когда уже идет нагрузка на процессор и видеокарту, тут система охлаждения справляется на отлично. Она обязана выводить тепло из MacBook и справляется она, друзья, великолепно. Также свиста дросселей не зафиксирована. Температура поверхности корпуса достигала 42 градуса по Цельсию во время прохождения тресс-теста. Кроме того, замеры проводились при относительно низкой комнатной температуре, так что при жаркой погоде MacBook Pro 16 дюймов может нагреваться сильнее. Система охлаждения в стресс-тесте, в котором температура процессора достигала 99 градусов, понизила температуру до стабильных 82 градуса по Цельсию, при условии, что была нагрузка только на процессор без задействия видеокарты. Температура видеокарты оставалась некритичной за время всего теста, 76 градусов. Но при нагрузке одновременно на процессор и на видеокарту температура составляла 80-81 градус по Цельсию на видеокарте. При такой мощи железа подставка, если вы хотите ее использовать, должна быть металлическая, с вырезом по центру, чтобы выводить эффективно тепло. Нагрев блока питания под нагрузкой был серьезный, цифры температур вам ни о чем не будут говорить, они в штатных значениях, а вот точно вам необходимо знать следующее. В период производительных задач ни в коем случае не накрывайте его тканями или другими материалами, можете привести к печальным последствиям. Итог по системе охлаждения. Громкое, мощное, эффективное. 8 баллов из 10. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова